Безусловно. Ну вот, со следующего года мы планируем в Академии Человекской академии скульптуры на режиссерском отделении, телевизионных режиссеров, студенты будут просто, это будет задание, учение, снимать клипы на стихи уральского поэта. Это будет дисциплина, клип. Идеально это довести эту линейку до такого более-менее профессионального уровня, на основе которого можно делать уже фестиваль. Не тот, который сделали здесь Катя Трояпольская с Андреем Леонидомом на фонтах из интернета всяких роликов, без броса, а настоящий фестиваль с авторами реальными, которые под фестиваль работали, которые работали над предметом, которые работали в одном месте, то есть обогащая эту линейку, потому что художник вообще-то определяется, перспективность художника определяется любопытством. Понимаете? То есть художник может быть гениальным, ничем не интересующим, кроме себя, он может очень интересно рыть яму внутри себя. Рыть, рыть, это захватывающий процесс, но потом он туда рушится. Настоящий художник, перспективный, который порождает новый смысл, всегда любопытный. Потому что он дает себе отчет, что вот этого отдал, мало, надо присовугубить что-то еще. Как в культуре реальная работа, масштабная личность. А масштабная личность, это архитектическое действие. Но когда ты думаешь о себе, о себе, ты единица. Когда ты думаешь о близком, тебя уже два. Когда ты начинаешь думать, реально думать, учитывая тяги в жизни. Несколько людей, Бога, много, страну, ты становишься масштабом. Именно масштабные личности создают движение. То есть, не ты входишь в культуру, а ты создаешь эту культуру. Что-то я еще могу сказать или спросить. Да, хотелось, наверное, спросить. Пожалуйста. В первом институте издали сборник, просто потрясающий образ. Объянный стихоёй. Вы видел его, да? Очень интересный, очень. Там вот про Ольгу Ролингов, про Колобянина. Две гениальные статьи. Сборник. Сборник. Целый толстый сборник. Замечательно. Нужна монография. И сборник. Монография. Докторская. Концептуальная. Которая, то есть, серьезный, научный аппарат. Чем будут заниматься люди на экономической наукой на конференции? Вы какие-то не будете. А вот, не знаю, подписались ли на конференцию авторы этого сборника? На эту конференцию. Вот мне это интересно. Вот те люди, которые писали, эти статьи гениальные. Если они не подписались, то вы ставите под сомнение конференции. Прямо сейчас я на сколько ставлю? Может быть, они не знают еще? Надо связаться. Я тогда еще ставлю под сомнение, их меняем. Если они еще и не знают, при каком информационном потоке, там детали. Там, по-моему, у тебя есть прекрасная статья. Не изменят мое изменение, даже если будет про понимание, что там опять не подкупят. Слышите, мы не будем. Слышите. Еще у вас есть вопросы какие-нибудь? Задавайте потом. Не будет это, я полагаю, возможности. Да, Ставец Александр Алексеевич. Следует ли по этому оставаться человеком? Человек? Человек сам на себя не делится без остаток. Понимаете, разделит себя и всё вокруг, и получается какое-то остаток. Вопрос не смешной, не, очень важный. И вы знаете, недавно мы дискутировали как раз о том, что иногда по этическому творчеству, когда ты иногда в конкретный момент начинаешь оперировать нечеловеческие категории. То есть ты демонстрируешь внутри творческого сценария, это будет роман, вещи, которые никогда бы не допустил в жизни. Это серьёзная проблема. Человек из очереди за колбасой не выходит без потерь, а из такого допуска. А такие допуски с кожи рядом согласны? Да и скоби. Вопрос. Кто даст на ответ? Только статистика. То есть есть статистика, какое количество подобных получилось из писателя, употребляющих такую методику. Я этой статистики пока не имею, поэтому ответ не могу дать. Стопроцентная достоверность с моей точки зрения. Ну, как говорится, спасибо библиотеке в очередной раз за то, что они организовали эту встречу. Спасибо вам всем присутствующим за внимание. Можно говорить целых. Все планы, которые мы строили на Бель, на поэтовремии, сегодня после аннулируются. Поэтовремий, проведущий вне прописанства в нашем проекте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.